Я бы хотела узнать ваши мысли по поводу рынка. Я холдер и не беспокоюсь, но новички или те люди приходят в ужас, когда смотрят на цену биткоина, которая была за 60 тысяч, а теперь 30. Что вы думаете о таком рынке? Когда вы растете слишком много и слишком быстро, вы закончите коррекцией. Но я уверен, что в 2021 году мы еще не видели настоящего пика биткоина. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Биткоин будет торговаться на отметке в 160 тысяч долларов в этом году, говорит директор компании Celsius Network Алекс Машинский. Генеральный директор платформы кредитования криптовалютами заявил, что цена биткоина отрастет до 160 тысяч даже после того, как упала до 30. В интервью CoinTelegraph на конференции Bitcoin Miami Машинский рассказал о предстоящих новых функциях своей платформы, влиянии Илона Маска на криптовалютное пространство, майнинге и о будущем цены биткоина. Я покажу тебе это интервью, но сначала хочу рассказать, почему считаю его достойным внимания. Дело в том, что Машинский не только прогнозирует рост цены биткоина до 160 тысяч долларов уже в этом году, он также был тем человеком, который еще в марте прошлого года предвидел падение биткоина до 30 тысяч долларов. Этот прогноз оказался удивительно точным и поэтому мне стало интересно и его новое видение будущего биткоина. Также Машинский и его компания инвестируют в зеленый майнинг в Северной Америке, делая биткоин более экологически дружелюбным. Перед тем, как мы перейдем к интервью, я хочу показать тебе один твит и два графика. Цена биткоина может расти и падать и почти нет способа это предугадать, но тебе не стоит беспокоиться, потому что на самом деле цена биткоина не играет роли. Действительно, биткоин будет точно так же легко выполнять свои функции при курсе в 1000 долларов или в 100 тысяч долларов и его принятие также не остановится. День за днем, месяц за месяцем кто-то новый покупает биткоин либо строит вокруг него свою инфраструктуру. Это очень захватывающие времена и не участвовать в этом все равно, что в свое время игнорировать интернет и до сих пор сидеть без связи. Теперь давай посмотрим на этот график. На нем отображены краткосрочные и долгосрочные холдеры, то есть инвесторы против трейдеров. Розовая линия это долгосрочные холдеры, зеленая же это краткосрочные. Мы видим, что у них почти зеркальные взаимоотношения, когда одни покупают, другие продают. Что же происходит сейчас? Краткосрочные инвесторы продают, вот посмотри, в то время, когда долгосрочные наоборот покупают. Долгосрочные инвесторы, такие как Майкл Сейлор, очень счастливы покупать биткоин по скидке, прежде чем он вырастет до шестизначных чисел. Также такие долгосрочные холдеры знают, что держать биткоин несколько лет гораздо лучше, чем в ужасе продать все на первом же серьезном падении. И я готов это подтвердить как человек, который начал холдить еще в 2017 году. Я уверен, что вот эти краткосрочные холдеры, которые здесь продают, это те самые новички, которые пришли на этот рынок в этом году. И еще не видели масштабных коррекций биткоина, и поэтому в ужасе продают все в сильные руки. Это идеально видно на графике. Следующий индикатор называется Illiquid Bitcoin Supply Ratio. Это коэффициент неликвидного предложения биткоина. Обычно у движения цены биткоина и этого коэффициента очень сильная корреляция. В сентябре 2020 года цена биткоина начала расти, и этот индикатор тоже. Однако с момента падения биткоина более чем на 50% мы видим некоторое расхождение в этих трендах. Цена биткоина продолжает снижаться, а коэффициент наоборот начинает расти. Это означает то, что монеты на данный момент переходят из слабых рук в сильные. Проще говоря, все эти новички и краткосрочные инвесторы отдают свои монеты долгосрочным холдерам. Рано или поздно это снова приведет к бычьему рынку, так как когда сильные руки накапливают биткоины, со временем он начинает расти. Так уже было в прошлом. Теперь давай посмотрим же это интервью с Алексом Машинским, директором Celsius Network, в котором он объясняет, почему он верит в то, что биткоин достигнет цены в 160 тысяч долларов в концу 2021 года. Вы упоминали о Билоне Маске и о его постах в Твиттере. Можете ли вы еще рассказать об этом? Конечно, Илон настоящая знаменитость. У него десятки миллионов подписчиков. Но я называю его туристом. Он турист в криптовалюте. Он здесь для того, чтобы собрать еще больше подписчиков. Он не намерен помогать вам или мне холдить криптовалюту или что-то узнавать об этом. Он задает много вопросов, базовых вопросов. Но я не вижу, чтобы он помогал сообществу. В основном он раскачивает рынок, манипулирует, обхаживает биткоин как девушку. То любит, то не любит. Это не то, что нам нужно сейчас. Я согласна с вами. Я бы хотела узнать ваше мнение по следующему поводу. Когда Илон сказал, что вы можете использовать биткоин, чтобы купить Теслу, казалось, что он всесторонне поддерживает пространство. А затем он начал говорить, что биткоин угрожает экологии. Как вы думаете, это все по-настоящему? То есть он просто отказался от биткоина только лишь для Теслы? Или он вообще закончил с биткоином? Смотрите, если богатейший парень в мире хочет обменять свои Теслы на ваши биткоины, вы должны спросить себя, кто от этого выиграет? Вы, тот, кто поменял растущий актив на Теслу, которая через день будет стоить дешевле, или создатель Теслы? Такая транзакция хороша только для Илона, но не для вас. Хотите купить Тесла, приходите к нам, мы дадим вам долларовый займ. Купите свою Теслу и не тратьте биткоины. Илон здесь только ради себя, а не ради сообщества или децентрализации. Он турист. Он пришел в криптомир и также уйдет из него. Какое будущее вы хотите видеть для криптокомьюнити, для своего комьюнити в Цельсиус? Мы однозначно достигаем новых высот по мере того, как люди приходят в крипту. Но все же, мы это всего лишь 1% населения. Остальные 99%, особенно женщины, думают, что мы все сумасшедшие. Конечно же, вы исключение. Вы здесь уже несколько лет и мы знаем друг друга. Вы отличный собеседник и объединяете комьюнити. Но большинство людей все еще думает, что мы понятия не имеем, что мы делаем. Например, Цельсиус только что объединился с iHeart. У них 265 миллионов пользователей. Мы объединились для того, чтобы обучать людей, которые не в теме криптовалютам. Все мы здесь исключительно в интересах этих людей. Для людей очень сложно осознать, что кто-то, кто не является банком, финансовым учреждением, может делать работу лучше, чем те банки или учреждения, которым они доверяют. Именно эти финансовые учреждения крадут у вас каждый день. Они делают сотни миллионов и миллиардов долларов прибыли, а платят своим акционерам, но не вам. В DeFi мы платим тому, кто размещает депозит. Мы не платим акционерам. Это очень сложно понять людям. Я думаю, что самая большая задача перед нами – обучать людей новому. У нас нет цели убеждать людей покупать биткоины. Наша цель – убедить их, что сообщество действует в их лучших интересах. Вы участвовали во многих дискуссиях. Что же вы обсуждали? Все хотят знать будущее майнинга и его доходности. Все хотят знать, куда пойдет цена биткоина. Вчера мы анонсировали, что будем инвестировать 200 миллионов долларов в майнинг в Северной Америке. Так что мы стали одним из крупнейших майнеров в мире. Все это построено на зеленой возобновляемой энергии – солнце и ветре. Мы очень воодушевлены всем этим, всеми обсуждениями о том, что биткоин станет зеленым на возобновляемой энергии. Мы подкрепили это гигантской инвестицией со своей стороны, чтобы удостовериться, что все скептики, распространители паники, все люди, которые борются против биткоина, направили свои усилия в другую сторону – в сторону созидания. Созидание. Я вижу, что это становится трендом, и это отлично. Вот мой вопрос. Из-за того, что вы инвестировали в зеленый майнинг биткоина, как вы думаете, будут ли остальные компании присоединяться к этому движению? Увидим ли мы изменения в мышлении криптосообщества, которые подтолкнут их к другим зеленым инициативам? Во-первых, биткоин уже более чем на 50% добывается при помощи возобновляемой энергии. Это не то же самое, если бы он был полностью на угле. Мы сделали его чуточку зеленее. Он уже зеленый. Мы просто удостоверились, что подталкиваем отрасль к увеличению этого процента. Не нужно убеждать людей использовать возобновляемую энергию. Она сама по себе это делает, ведь она дешевле, чем уголь и природный газ. Все, что делаем мы, жмем на педаль, чтобы удостовериться, что мы можем майнить биткоин в Северной Америке вместо Китая, Казахстана или других стран. Я бы хотела узнать ваши мысли по поводу рынка. Я холдер и не беспокоюсь, но новички или те люди приходят в ужас, когда смотрят на цену биткоина, которая была за 60 тысяч, а теперь 30. Что вы думаете о таком рынке? Когда вы растете слишком много и слишком быстро, вы закончите коррекцией. Вы можете посмотреть мои твиты в марте и феврале. Там я писал, что нас ожидает обвал, коррекция. Я даже говорил про 30 тысяч долларов. Было очень много хейтеров, которые говорили мне, заткнись, не говори об этом, если не можешь сказать что-то позитивное. Это как пружина. Если ее растянуть слишком сильно, мы прикладываем слишком много усилий. И люди становятся слишком жадными. Но один твит от Илона приводит к тому, что активируются продавцы и пытаются раздавить цену биткоина. Это приводит к ликвидациям и падению цены. Будто бы мы отпустили растянутую пружину. На данный момент все ликвидации почти вышли из системы. Наш баг пуст. Пружина вернулась к первоначальному состоянию. И мы можем медленно создавать следующий импульс. Я предвижу, что биткоин вырастет до 160 тысяч долларов в этом году. Возможно, немного меньше этой цифры. Возможно, мы и закроемся в этом году ниже, чем эта отметка. Но я уверен, что в 2021 году мы еще не видели настоящего пика биткоина. Итак, Алекс думает, что в 2020 и начале 2021 биткоин зашел слишком далеко и слишком быстро. Всего за 6 месяцев или около того биткоин вырос с 10 тысяч долларов до 64-х. Своего исторического пика, который и стал отметкой для следующего отката. Алекс также говорил об этом откате до 30 тысяч долларов еще в марте этого года. И теперь он верит, что биткоин может сделать еще один пик в следующие несколько месяцев. Его целевая цена 160 тысяч долларов. 160 тысяч за биткоин было бы довольно неплохо. И это, кстати, всего лишь 5 иксов от текущих цен. Я бы сразу купил себе виллу. Посмотрим, что случится на самом деле и получится ли у меня это сделать. Как ты думаешь, реально ли это? И какой прогноз на конец года для биткоина даешь ты? Напиши в комментариях. На этом все, ребята. Меня зовут богатейший Ди. Я безумно устал, поэтому надеюсь, ты поставишь лайк. Меня это будет очень сильно мотивировать на создание новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»